здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте и вот такие вот вам цветочки сегодня для вас мои хорошие это естественно с моей дачи сейчас у меня вся дача вот таких цветочек у нас тепло хорошо но сегодня уже даже пошел дождик так что сырость наступает ноябрь ну а я сейчас хочу приготовить вернее уже начала готовить и вспомнила что за вас мои родные моя семья и моя интернет семья интернет семья чтобы стать моей интернет семьей это очень просто взяли подписались и все итак моя старая досточка уже на готове уже кое-что я сделала но мне все постепенно нужно объяснить во первых для того чтобы кормить своих родных и близких луком паре лук паре это большой такой лук который я очень часто использую в своих приготовлениях для меня это лук номер один я вообще люблю разные виды лука я люблю и шнит и я его выращиваю у меня есть лук чеснок ну такой вид лука изумительный я очень люблю лук паре его я тоже выращиваю и покупаю сначала покупаю потом выращиваю на меня всю зиму растет что я делаю я покупаю лук вот эту часть ну допустим если небольшой лук сейчас это у меня уже от большого осталось чуть-чуть нижнюю часть я срезаю ставлю водичку все он дальше растет это просто про это у меня уже очень много видео вы все это можете видеть и знать ну а тот что зеленый многие зеленую часть не используют и очень зря там масса витамин вообще сам по себе лук парей он огромен и я бы сказала так вообще он называется алиум порум поэтому его называют пары и порум или жемчужный лук вы знаете он вообще принадлежит к семейству луковые да ну туда входит конечно обыкновенный лук и чеснок все понятно но это уникальный лук который лечит у кого расстройство нервной системы у которой у кого высокое кровяное давление у кого высокий уровень холестерина у кого разные воспалительные процессы у кого болезни дыхательных путей а самое важное что он останавливает размножение раковых клеток у кого рак кишечника и простаты вот туда он наносит свой удар девочки и мальчики у кого глазные болезни обратите внимание на этот лук это ваш лук ну а если мы разберемся в витаминной картине то витамина а и витамина c кальция и железо очень много я хотела бы сказать именно про витамин а 30 процентов и стоит вот такая звездочка что означает это огромное количество в луке паре ну и у кого железо в организме не хватает а у кого железо не хватает вот посмотрите железо то в луке паре 10 процентов это довольно таки много поэтому девочки мальчики кто борется с анемией прекрасно если вы будете употреблять лук паре я не знаю почему многие кулинары отказывается от вот зеленой части лука паре может быть из-за его вот такой структуры волокнистый но неважно одно я хочу сказать что там очень много зеленого хлорофила молекула зеленого хлорофила она очень полезна по строению схожи с некоторыми молекулами человеческой крови понимаете наверное поэтому хлорофил попадая в организм легко убивает многие патогенные микроорганизмы в том числе грибки бактерии и опухоли именно по этой причине проращивают семена проращивают ну все что можно прорастить и конечно же я проращиваю лук пары он очень легко проращивается неважно какой месяц на календаре старайтесь есть побольше свежий зелени именно зеленую часть у лука паре красивая яркая зеленая часть и там молекула зеленого хлорофила особенно хорошо себя чувствует не забывайте что я прочитала в оксфордском университете в распечатке одной статьи что именно там ученые подтвердили что молекула зеленого хлорофила по строению схожа с некоторыми молекулами человеческой крови поэтому у кого анемия у кого рак крови не дай господь даже подозрение у кого низкий гомоглобин все кушайте зеленое в большом количестве и красные ягоды также ну и обычно дорогие мои я не знаю как накормить своих мальчишек луком паре потому что не любят они у меня зелень как и все пацаны но не могут они вот так вот кушать уже взрослые мужчины они вот как-то их тянет они понимают что надо но жалко что их тянет когда уже бывает иногда и поздно хотя быть молодым никогда не поздно но можно свой организм довести до такой степени что извините меня так вот поэтому чтобы мой подросток чтобы мой сын и вообще все мои близкие были здоровы я вот показываю как я легко могу накормить своих мальчишек вот этим хлорофилом значит что мы делаем берем отвариваем несколько это противоаномийный паштет это шикарнейшая вещь от анемии от того чтобы повысить гемоглобин и для того чтобы мальчик был сытый в колледже или в университете или куда вы отправляете своего ребенка в школе это нравится и детям даже такой паштет и только взрослым хочу еще отметить что лук пары он не пахнет вот так специфически как лук скорее приятный вкусный запах травки поэтому его так любят французы и он сладкий он не имеет такой знаете остроты и так смотрите девчоночки мальчишки когда мы отварили печень индюшки или же курочки несколько штучек буквально я вот отварила три-четыре штучки дальше вот вы ее размяли ну еще отварите одну чайную ложку вам понадобится наверное манки вот так размяли превратили вот в такую вот смесь и в эту же смесь в эту смесь я добавляю несколько капель масло я не знаю какое вы будете масло добавлять я буду добавлять сейчас масло зародышей пшеницы мне надо это масло чуть-чуть буквально пол крышечки вот так все я всегда люблю делать плеяду к масел я несколько масел люблю добавлять еще я сейчас добавлю соевое масло немножечко 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 тоже буквально несколько капель ну 5-6 капель больше не надо вот так вот хотела амарантовая потом передумала и еще несколько капель оливкового масло вот такая такое трио у меня сегодня трио вот наверное достаточно как у меня выйдет примерно чайная ложка может и пустого масла и опять я туда перемешаю все замешали тщательно получилось вот такая смесь не забудьте поселить посолить поперчить дальше мне понадобится красный перец паприка это сладкий перец потому что вот у меня всегда есть кстати заканчивается надо купить сейчас на кончике большого ножа где-то пол чайной ложки я не буду писать рецепт потому что нечего писать вы можете сами все сочинить я про сладкий перец рассказывала что это настолько полезная вещь просто супер так дальше мне нужно вот этот лук пары также туда же туда же туда же есть такое дело все раз раз все готово теперь мне понадобится одна ложка жидкого сыра я сто раз говорила какой я люблю сыр и у вас я не знаю какой у вас есть жидкий сыр вот какой у вас есть жидкий сыр только выбирайте хорошего качества то я для себя уже определилась я уже много раз говорила и вот жидкий сыр я вмешиваю это жидкий сыр посмотрите вот так вот мне же нужно сделать вкусный паштет вот это вот печеночка ну естественно печень и чайная ложка манной кашки сваренная вместе перемешиваем посолили поперчили добавили паприку добавили мелко порубленный лук парей добавили одну столовую ложку вы видели что лука порей я очень много в основном вот лук парей вы знаете это такая вкусная масса под названием паштет что как ммм невероятно вкусно вот это сочетание изумительное и конечно же я всегда заранее готовлю для своего сына с вечера все вот сейчас как раз вечер я все его заготавливаю вот такую булочку беру в советском союзе были такие булочки сама я такие булочки не ем но знаете мальчишки мальчишки есть мальчишки и поехали мальчишкам надо кушать и поехали сейчас я аккуратненько все туда положу и он будет у меня кушать лук парей печеночку сырную массу сырная масса как раз ему придаст тот вкус который он очень любит и он у меня съедает аж бегом просто аж бегом такой бутербродик когда очень голоден вот я могу такой бутербродик съесть могу но не хочу я не ем такой бутерброд из-за фигуры девочки потому что лук парей я ем по-другому как его ем я беру соломкой его нарезаю сейчас я вам покажу как я ем а вот на черный хлеб это я своему мужу потому что он у меня не ест белый кто хочет конечно может больше маслечка можно добавить кто как хочет но мои мальчишки любят вот так вот что касается меня то я дорогие мои лук парей могу употреблять гораздо проще и так лук парей кстати он должен быть чистенький вымытый и разобранный каждый по одной каждой по одному листику обязательно разбирайте потому что там бывает в листиках такие знаете он пока растет выбирает может собрать какую-какую какую-какую пыль или грязь я не знаю но что-то может такое собрать поэтому обязательно промывайте промывайте и разбирайте вот так вот разобрали и дальше я режу кто не хочет зелень опять таки не употреблять но я конечно очень люблю зелень я ее меленько вот так вот вот так вот у меня получаются такие как палочки и вы знаете вот такой красивый во-первых он разного цвета посмотрите какой он яркий я же говорю у него такая зелень столько хлорофилла причем и темная зелень и ярко аж желтоватая и выходит на белую мне это нравится а белую часть самый низ я проращиваю как я уже говорила а чуть выше который я обычно кладу в супики и на блендер и мои мальчишки съедают и даже не замечают поэтому вот меня попросила девушка покажите ну как же вы употребляете лук-порей а я же сказала что у меня масса вот я делаю из него паштет я делаю из той части что белое супчики а вот эта часть это моя часть это моя самая любимая часть я ее вот так вот забрасываю сейчас я вам покажу это одна из моих любимейших любимейших частей вот эту штучку чтоб она вот сюда забросили и что мы делаем дальше а дальше все гораздо проще чем вы думаете дальше я беру и поливаю соевым соусом вот так чуть-чуть я не знаю может быть пол столовой ложки и дальше я поливаю также пол столовой ложки натурального лимонного сока я обычно беру лимонный сок переливаю сюда и у меня всегда он есть сюда у меня помещается 2-3 лимона если больших то 2 поменьше 3 ой какая прелесть и еще мне нужно сюда сейчас же залить растительное масло опять можно делать плеяду но я сейчас много не буду масел достаточно будет оливкового и хорошенечко это дело перемешиваем кто-то добавляет соль да кто-то не добавляет соль я добавляю обязательно грецкие орешки тем более что у меня их много я их сейчас везде везде и всюду добавляю вот так вот грецкие орешки поломали 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 какая красота просто прелесть и также я сюда добавляю кунжут семена кунжута можно и белый и черный можно просто гамасио но я для красоты и для здоровья и для здоровья мне чуть-чуть буквально на кончике ножа или какой-нибудь ложечки мне нужно добавить мед вот вот мед оп мед мы тоже возьмем он нам очень даже понадобится и тщательно его размешаем соль мне здесь не нужна все потому что сам по себе соевый соус это изумительная вещь поверьте мне это просто сказка сейчас помешаю 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 все это такая вещь это такой салат вы ну вот пальчики оближите это будет один из ваших любимых салатов это все так вот быстро я себе готовлю лук пары будьте благословенны вы и ваши близкие дай бог вам здоровья и помните что здоровую пищу гораздо быстрее и проще приготовить чем вы даже можете себе представить пока